С самых древних времен тема бессмертия всегда будоражила умы. Люди во все века пытались разгадать секрет бессмертия и найти рецепт эликсира молодости. Причем некоторые и в наши дни утверждают, что обладают этим секретом. Так что же это? Миф или реальность? Древние египтяне, например, верили, что жизнь может продлить ежедневное употребление чеснока, а фараон Рамзес II в погоне за бессмертием еще и жевал табак. И прожил, кстати, до 95 лет. Существовала легенда о том, что вечную молодость мог дать философский камень, если его растворить, что послужило темой для многих современных произведений. Чудодейственные свойства чеснока признавали и тибетские монахи, правда, советовали настаивать его на спирте. Вообще, в те времена многие народы верили, что алкоголь приносит пользу организму. Древние ассирийцы же советовали чаще ходить на рыбалку, веря в то, что проведенное за ловлей рыбы время боги не учитывают при определении срока жизни. Спустя века об эликсире молодости стал говорить граф Калиостр. Он утверждал, что сам бессмертен и обладает рецептом чудодейственного зелья, который и предлагал за баснословные деньги доверчивым современникам. Впрочем, никому из них жизнь продлить так и не удалось. В китайской мифологии упоминается об островах счастья, на которых можно найти секрет бессмертие. Конечно же, древние китайцы пытались отыскать эти таинственные острова. Например, китайский император Цинь Шихуанди дважды отправлял экспедиции на поиски этих островов. Первая вернулась ни с чем, а вторая пропала. Причем император решил, что участникам этой экспедиции удалось найти острова бессмертия, но, выпив чудодейственный напиток, возвращаться они не захотели, чтобы не делиться им с другими. Тогда император построил для себя подземный город с терракотовой армией, дабы облегчить себе загробную жизнь. Всем своим подданным император говорил, что уже стал бессмертным, во что китайцы слепо верили. Поэтому, когда Цинь Шихуанди умер, его тело еще целый месяц держали на троне, веря в то, что он вот-вот воскреснет. И, наконец, наступил момент, когда стало известно, что монахи, исповедующие даусизм, смогли получить золотой эликсир бессмертия. В состав его входило 999 веществ, среди которых были мышьяк, мумиё, вода с далеких ледников, внутренности черепахи и многое-многое другое. Более того, вожделенный результат от эликсира наступал спустя 9 лет, причем не у всех, а лишь у людей, прошедших специальную подготовку. Если его выпьет неподготовленный человек, то непременно отравится и умрет. Говорят, что этот рецепт безуспешно пытались выведать нацистам. Ну и, конечно, в разные века находились люди, которые пытались обрести молодость весьма кровожадными способами, как, например, купание в крови молоденьких девушек. В настоящее время, благодаря современной медицине, продолжительность жизни несколько увеличилась, но это весьма далеко от эффекта вожделенного эликсира вечной молодости.